Продавец на мясо, фрукты и прочие товары. Такими объявлениями и увешан весь город. Сотрудников принимают на время, а оплата, как правило, в конверте. О трудовом договоре и уплате налогов многие даже не слышали. В этом магазине продавец без документов, хотя внешне все по закону. Я с собой паспорт не ношу. А трудовой договор? Трудовой договор, мы еще не работаем месяц, мы еще не знаем, будем мы здесь работать или не будем. Это, я знаю, то, что это по закону можно до месяца. В очередной совместный рейд по проверке торговых точек вышли сотрудники администрации Октябрьского района. Задача выявить нарушителей, наказание и штраф, но могут быть и более жесткие меры. Из всех необходимых документов у молодого человека только студенческий билет. Ему еще нет 18, но хозяин точки доверяет ему целую гору арбузов. Договор по понятиям приносит одному прибыль, другому заработок. Вы знаете, что 6 часов для вас это многовато? Не знаете. Какие-то у вас договоры заключены? Нет. Ничего не заключено. Просто поверили на слово, а поставили на точку. Сколько вам платят за это? 7, 40. Убирайте весь товар в киоск и закрывайте киоск. У вас, значит, торговли не разрешены. Хорошо. Документов на право ошлении торговли ни у вас, ни у хозяина нет. Ну, я не знаю, я второй день здесь работаю. Документы должны быть на точке торговли всегда. Хорошо, я скажу. Любой проверяющий приходит, вы ему показываете. На настоящий момент документов у вас нет, это считается незаконной торговлей. Фрукты, овощи, орехи, все неизвестно откуда и ни одной бумаги на право вообще что-то продавать. Мы сейчас прорабатываем вопрос, уже вот совещание было на уровне городского департамента, чтобы изыскать возможность применения действенных мер по ликвидации незаконной лотошной торговли. Это касается не только этого места, это касается еще места у нас больного в улице Челюскинцев. Кроме того, все продавцы должны быть официально трудоустроены. Межведомственная комиссия Октябрьского района провела уже больше 20 рейдов, выявлено 80 нарушителей, из них 19 уже заключили со своими сотрудниками трудовой договор. И тут же еще одно замечание, убрать незаконные рекламные баннеры. Но тут выясняется, что многие продавцы и собственники магазинов даже не знают, что в Самаре рекламировать свой товар можно на вполне законных основаниях. Достаточно получить разрешение в комитете по рекламе и заплатить за это госпошлину в городскую казну. На сегодняшний день эта сумма составляет 5000 рублей. Олег Зверев, Григорий Пляшаков, События.